Валерий Николаевич, по последнему апрелю шел с земли, у сена, кстати, урожай сена был. Этого сена, может быть, схватило больше. Почему наш скот лег? Потому что это не сена нашего лимана натурально. Что вы покупали за эту зиму и за эту осень? Волгоградскую кулу, которая воняет коровой, которые ее ели, просто вынуждены в нее опции. Поэтому они к весне легли, потому что уже прелая люцерна. Кто будет, с какой Российской республикой, кто будет лучше нам посылать, когда их всю зиму снегом засыпало. Мы понимаем, что в эту зиму половина региона России, даже вот здесь, Ставропольск, Краснодарск, Краснодарск, они были засыпаны снегом. Кто нам будет посылать? Сяньо и сяньо, то есть лучшие. Все посылают нам то, что они запасы сделали за 2-3-4 лет. Естественно, в этих пакетах полиэтиленов оно попрело. Почему сейчас вот вздыхает корова? Я молюсь каждое утро. За то, что вот это у нас всего неделя, нет наждя. И сегодня будет. Эти коровы-животные, эти животноводы, что получили передвижку, потому что ягнята, которые на сырую землю, они не встанут. Чьи сендархлахали, мне говорят, куповина, когда намокает, я сама была чабаном, я дочь чабана. Я выросла на стоянке, всю жизнь практически была на стоянке. При этом я знаю, что это такое. Студенты геологического института Москвы приезжали. В 1974 году Сергей Алексеевич, который был здесь первый директор, он не согласен. Они у меня упросили вот этот участок, там, где территория второй фермы, где возделывались земли и еще находятся наши точки, угол Сарпы, угол нашего и угол Чайгирского СМО, если так сказать, окраина. Они приезжали каждый год. Эти студенты у меня с точки, с бассейна брали воду. Они показывали мне тогда вот такую типу космических фотографий из космоса, на которых показывали, что жила, которая выходит в Иран через Каспийское море, она находится здесь, в центре нашей Калмыкии. А я помню, что мой дед говорил, что его Кюргнахэн, Жапа где-то, но и Нахнай, который в Сарпе, работала геологическая экспедиция, когда советская власть только еще первые шаги делала, а в 30-е годы, вот раньше вы помните, может быть, детские, стояли вышки на буграх, на холмах. Вот это, кстати, подожди, это очень важно. Может быть, поэтому эту землю, потому что при Киевстане потом говорят, что эту землю за уран действительно добивалась очка, добывалась открытой формы. Почему у нас самый высокий процент волчьи и пасти детей рождается еще с тех 70-х годов, и одноклассные мы здесь всего находились. Я, кстати, тогда учила в 74-м году, когда BBC сообщила утром по телефону, я узнала, это студенты других факультетов, русские, в Краснодарском крае, в институте культуры, в общежитии сообщили, в санхозе 50 лет октября, это санхоз Шатта, произведен взрыв водородной бомбы. Об этом до сих пор замалчивают. Один-единственный раз, что предыдущий министр здравоохранения, когда приезжал 4 года назад, я покажу, что старый тракторист, который уже, у нас все трактористы умерли, кстати, в те годы. Мало кто дожил до 60-ти. Они все умрили, вот 45-50, максимум 52. Мы эти тоже, все животноводы, кстати, тоже ушли в этом возрасте. Территория, в которой находятся наши совхозы, вот там, в Шате, моя мать говорила, облако оранжевое стояло целый день. И плюс люди были на уровне района настолько не грамотно, не встречаясь с этой радиацией, им сказали гражданской обороны взять вещи, и они целый день стояли посреди стела, и Шатта, и заливной. Когда я приехал из Кардиндара на каникулах, сказали, кровати дрожали, если это не было. Конечно, теперь нет этих людей. Из них одна единственная бабка жива, и то она после инсульта теперь потеряла память. Теперь все могут. Но взрыв был, документы были, и, может быть, вот эти земли, то, что у нас нет воды питьевой, постепенно были питьевые, действительно, в последние 15-20 лет у нас просто питьевая вода колодца осолонилась. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельгын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараньей лопатке», представленный в очерке народного поэта-калмыкии Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.